В начале октября, отвечая на вопросы обнинских журналистов, руководитель городадминистрации Александр Авдеев о ремонте дорог на северном въезде в город говорил вполне оптимистично. И в самом деле, поводов для серьезного беспокойства в тот момент не было. Подрядчик уже успел хорошо себя зарекомендовать на других участках. Ремонтники бодро начали работы по снятию верхнего слоя асфальта, но внезапно остановились. И вместо нового асфальта автомобилисты получили отфрезерованные участки с довольно некомфортными срезами, на которые не жаловался разве что только ленивый. 20 октября на рабочем заседании тональность разговора обо все еще недоделанном ремонте была уже совсем другая. Как стало ясно из пояснений чиновников, причиной остановки работ стало отсутствие денег у подрядчика. При этом из городского бюджета оплата ранее выполненных работ была произведена, а вот областной бюджет раскошелиться не торопился. Тогда же и прозвучала надежда на то, что в самом скором времени эта проблема будет разрешена. Ведь своими силами городу с этой ситуацией уже не справиться. Прошла еще неделя. Перед самыми выходными на северном въезде была попытка слегка сравнять слишком грубые срезы асфальта с помощью асфальтовой крошки. Но меньше чем за сутки по цыпку выбили автомобили, и все стало по-прежнему жестко и некомфортно. А вот теперь появились и знаки, говорящие о производстве работ. Правда, рабочих и техники все еще не наблюдается. Между тем, если верить прогнозу, осень все же решила подарить несколько сухих и относительно теплых дней. Вряд ли такая погода продлится долго. И почти наверняка до наступления весны лучше уже не будет. А значит, использовать нужно не только каждый день, но и каждый час. В похожей ситуации оказался и подрядчик, заявивший о готовности приступить к ремонту подвесного моста через речку Репинку. С той разницей, что здесь помехой стали не деньги, а недочеты в проекте, устранение которых ведется слишком медленно. Между тем, работы здесь должны были начаться еще в августе. Такая неторопливость подрядчиков тем удивительнее, что в этом году уже был прецедент, когда договорные обязательства не выполнялись. История с нарушением договоров по ремонту дошкольных, школьных учреждений и учреждений дополнительного образования тогда получила большой резонанс, имела последствия для подрядчика и должна была бы стать наглядным уроком для всех остальных. Ольга Некрасова, Николай Подлепалин, Обнинск ТВ